Всем привет, вы на канале Денис ТВ И сегодня я приехал с Паса Андроников Монастырь Надеюсь вам понравится мое видео Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал Ну что, пойдемте Так, друзья, начинаем нашу экскурсию Тут перед входом в монастырь стоит памятник Андрея Рублева Он здесь жил Такой большой красивый памятник Так, и сейчас свернем немножко налево И увидим красивую часовню Вот она, небольшая, красивая стоит И вообще здесь очень красивое место Я здесь уже второй раз Приезжал в прошлом году И решил приехать еще раз в этом году И показать вам Такая вот красивая Особня Так, а нам нужно туда вот идти В сторону входа Сегодня такая жара опять Это какой-то ужас Ой, я прям вообще растаю сейчас Такая вот территория красивая очень Так, пойдемте Вроде бы вход был бесплатный Может сейчас уже все изменилось Не знаю Если скажу заплачет Строфичная информация Это какой-то входе Спас Антоник монастырь Так, основан около 1360 года Вот, охраняется государством Так, пойдемте, друзья Вау, как красиво Вау, смотри, смотри Смотрите Смотрите, какая красивая церковь Тут там хочется говорить Тихо, тихо, тихо И тут, кстати, очень много кошек Кс-кс-кс-кс-кс Васик, Васик Кс-кс-кс-кс-кс Идешь ко мне Идешь Кс-кс-кс-кс-кс-кс Идешь Кс-кс-кс-кс-кс-кс Не хочешь Так, такой обзорчик Пойдемте вот с этой стороны И, кстати, здесь Бывают художники сейчас не знаю есть не знаю нет увидим тот раз когда приезжал было очень много художников они прям сидели и писали эти красивые замечательные церкви храмы вот так вот солнце конечно конечно печет это что-то очень много зелени и вообще здесь очень уютно мне вообще здесь очень понравилось и даже какие-то захоронения вон там там кафешка вот здесь вот стоит так вот здесь какие-то раскопки это гробы вообще плит надгробной гробы камень из камня мне вот очень нравится этот уголок там какой-то такой европейский очень красиво там забился даже доказал хочется показать вам красиво красиво очень красивое местечко прям фотографируюсь и не хочу шикарное местечко так давайте посмотрим кто там захоронен я не помню так где захоронен основатель русского театра федор волков 1723 1763 год такая вот у него надгробная плита вся в цветочках пойдемте дальше там кто-то еще захоронен идемте посмотрим не знаю пока суда можно ходить нельзя а я все равно пройдусь не вижу чё-то написано освечивает основатель города иркутска захоронен здесь иван логинович медведников 1807 1889 так пойдемте дальше друзья ну вот это вот башенька вообще шикарно а здесь вот стоит сволница колокола висят люди фотографируются и 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 так а здесь что хоть Какой-то памятник, не могу прочитать, очень солнце яркое. Не вмещается у меня в камеру, конечно, как всегда. Друзья, вы говорите, что я хожу очень шумно, вы уж простите, такая дорога, такой асфальт, вот видите какой, естественно будет шумно, как бы я не ходил тихо, все равно будет шумно. Вот кто-то здесь захоронен, Зубовы, Зубовы, Павел, Василий, Клавдия. Здесь захоронен. Так, там что-то написано, сейчас пойду прочитаю. По газону ходить нельзя, вон написано. Так, счастье. В этом храме, возведенном в каком-то веке, попечением последней русской царицы Евдокия Федоровны и ее сородичей Лопухиных, находится усыпальница многих представителей древнего боярского рода. Вот так вот, очень интересно. Ну вот это вообще храм, церковь, я не знаю как правильно сказать, он просто шикарен, конечно. Покажу. Вот еще растение. Яблоня растет. А это тоже яблоня, да, тоже яблоня. Вот яблоня. Ой, как хорошо здесь. Я опять за хранение. Ой, не знаю кто. Таблички нету. Яблоня. Маленькие. Вот такая вот, друзья, прогулка. Дорожка неровная, иду спотыкаюсь. Очень много цветов, растений вообще. Очень здорово. Так, а там где-то киска вон лежит. Сейчас подойду к кошке, буду мучить. Ксс-кс-кс-кс. Ксс-кс-кс-кс. А у тебя чё? Лишай? Или чё это у тебя? Дралась что-то с кем-то? М? Что у тебя? Вот это вот. Лишай? М? Трогать тебя не буду тогда. Трогать не буду. Посмотри на меня. Кс-кс-кс-кс. Не хочешь сниматься? Не хочешь сниматься? Ну ладно, не буду тебя трогать. Друзья, я хочу вам показать ещё вот такую вот красивую улицу. Улица называется Школьная. Здесь сохранилась часть старой Москвы. Вот такие вот красивые домики. Разноцветные. В них располагаются различные офисы, какие-то магазины, кафешки. Рядом стоят вот такие вот небоскрёбы. Очень красивое место. Ветеринарный центр располагается в этом здании. Кафешка, вон люди отдыхают. Эта улица находится рядом с монастырём. Министерство Российской Федерации по развитию дальнего тока. Вот здесь находится оно. Вот здесь вот асфальт. Здесь мои ног не слышно. А, как красиво все, смотрите. Так, надо аккуратно перейти в дорогу, чтобы на машину не сбило. Так, там тоже какое-то министерство. Какие-то домики на реконструкции, какие-то нет, какие-то уже реставрированы. Очень красиво, правда же. Здесь тоже реконструкция идёт. Это хорошо. 19 век, короче. Написи. Дома 19 века. Так. Так. Что ещё рассказать, даже не знаю. Просто смотрите или будь здесь. Вот здесь гостиница. Вот и всё. Оно закончилось. Да? 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 Да. Да? Да?